Лицо вам может показаться знакомым, потому что этот музыкант – медийная персона. Журналист, киношники и все, у кого в руках есть камера, ловят его в объективы и рассеивают по интернет-просторам. Долг не мог разговаривать музыканта, ну, устал человек от внимания, понимаете? В итоге полпригоршни евро сделали свое дело. Это у вас все за карточка висит? Это есть разрешение на работу, вот здесь вот, которое. То есть то, что вы поете, вам нужно разрешение? Да. То есть если я сейчас вот здесь вот в саду встану, начну петь, что произойдет? Я вызываю по лицу. В общем, от таких разговоров я уже подумал, что мой эксперимент срывается. В центре города петь без разрешения вообще-то нельзя. Поговорив еще чуть-чуть, я понял, что шансы все же есть. Например, занять место музыкантов, которые еще не пришли. Ну, еще есть так называемые смотровые площадки, вот там можно петь. Ага, получается все-таки можно спеть хотя бы пару песен на публику. Есть статистика? Я сейчас, если, например, полчаса буду петь где-нибудь на улице, сколько я примерно заработаю? Вообще нет. То есть можно за полчаса ни одного цента не заработать. Это я честно говорю. А можно за полчаса заработать, скажем так, двухзначное какое-то количество евро. У нас две новости. Плохая новость заключается в том, что у каждого музыканта есть площадь. Должна быть. Должна быть. Вот такая вот карточка официальная, на которую обозначено, где ты можешь петь. А хорошая новость заключается, что если там нет музыканта, то можно петь. Вроде да. Ну, а есть совсем плохая новость, что за полчаса можно вообще ничего не заработать. Мне больше нравится идея со смотровыми площадками. Их тут пять. Понимаете, главное, чтобы хватило сил мне, Саше, местному гусляру, и его даме сердце. А сад датского короля, как видите, весь в распоряжении одного музыканта. И да, здесь есть еще интересные достопримечательности, судьба которых связана со звуками. Смотрите, вот та башня называется Девичья. Ну, много разных версий происхождения этого названия. Кто-то говорит, что якобы туда помещали девушек легкого поведения, чтобы, ну, так сказать, на перевоспитание. Вот. А мне нравится другая легенда. А немецкого мастера, который строил эту башню, звали Мятхен. А девушка с немецкого будет Мятхен. Понимаете? И в какой-то момент все перемешалось, все звуки перемешались, такая звуковая путаница, понимаете? И начали называть башню Девичьей. Или девушка будет Мятхен, а мужчина Мятхен. Да неважно, какая разница. Главное, что со звуков связано. Пока не поздно, нужно прицениться к позициям в меню здешних заведений. Чем больше евро за блюдо, тем меньше фальшивых нот и ошибок в произношении. Какие запахи здесь, а? Даже кушать хочется. Что есть из знаменитых блюд, традиционных? Колбаски. Кровяные колбаски с квашеной капустой, запеченной картофелем, брусничным соусом. 15 евро. 15 евро. Большая тарелка? Да, тарелка большая. Мясо лося. Сушеное мясо лося с грибами в темном пиве, с картофельным пюре и местными. Кровяные полы, 24. О, 24. Ну, в общем, минимум надо 15 евро. И так, чтобы хорошо прям разойтись, прям 30 евро. Вы из Тонка? Да. Из Тонка? Да. А, знаете эту песню? Нет. Класс! Спасибо, ништяк. Не знаю, что здесь происходит, но на площади свободы все массово танцуют народные танцы. Странно было бы не присоединиться, правда? Но еще более странно, что я присоединяюсь, не зная ни одного движения. Задача найти девушку свободно, без пары. Что делать, я не знаю. Просто так. Разве не специальные какие-то движения? Оп, тут главное никого не снести. Да. Да. А здесь репетиция проходит? Здесь что сейчас? Праздник. Просто праздник. Праздник. Такое бывает, что просто встречаетесь на площади свободы. Здесь народный день танцев. Александрович. Готовитесь, что ли? Нет. Просто танцует. А если не можешь найти свободную девушку, то нужно находить пару из двух девушек. И разбивать ее. О, а это моя тема. Не пойдет, не пойдет. Где же парень должен? Парень должен крутить. Давай. Оп, пропустил. Оп. Оп. Я не понимаю эти танцы, я уже дважды остался один, ничего не понятно, меняются партнерами, как хотят, что хотят творят, а еще говорят, что здесь у них просто, значит, праздник танца, так это же все отрепетировано, ребята. Сейчас, оп, я умею танцевать, я умею просто, тебе повезло, подруга, а теперь разворачивай, ааа, я все понял, нет, нет, стоп, Молодежь очень любит такие праздники, почему, казалось бы, да, национальные костюмы, танцы народные, почему они любят, потому что это уникальная возможность познакомиться с противоположным полом. Смотрите так, невзначай, хобба, и партнершу выбрал, хобба, и пригласил замуж, хобба, и детей нарожал, вот так все в Эстонии устроено. Нет, ну, конечно, ты можешь стоять, стесняться, просто смотреть. Значит, постоянная рубрика в нашем проекте называется «Перед концертом не нарепетируешься». Мы с Сашей встретились вновь для того, чтобы, ну, прогнать песню, которая, как называется? «Вильянди Падемес». Вот ты запомнил, а я до сих пор нет, я знаю, что песня «Лодочника». Мы начинаем с ре-мажор, да? Да. Напомню, мы встретились с Сашей в подземке. Он играл на Каннеле, эстонском народном инструменте. И такой шанс нельзя было упустить. Через случайное знакомство должна собраться целая команда. Так пообещал Александр. А у нас эксперимент. Помните, да? Даст ли эстонская песня на улице Таллина возможность заработать на ужин? А пока репетиция. Ты за сегодня сколько заработал? Около 40-50 евро. 40-50 евро? Серьезно? Это за целый день? Ну, сегодня удачный день. Это где-то часа за два. За два часа? Да. Да я думаю, что завтра тоже будет удачный день, друзья. Чтобы мы все вместе сможем сделать за два часа 50 евро. И поужинаем, так сказать. Мы будем зарабатывать на ужин для всей нашей команды музыкальной. Так что завтра будут и звуки. Завтра мы допишем, наконец, наш музыкальный трек. Завтра исполним местную песню, чтобы заработать на ужин. Следите за нашим эстонским акустическим приключением. Он может промахать туда. Да.